Друзья, нам Майя расскажет о том, как она получила и в первый же день потеряла свою первую американскую работу. Давай, Майя, всю правду. Ну, во всяком случае, для меня это был очень интересный экспириенс. Я приехала в Америку, и мой лучший друг меня ждал с работой. Работа заключалась в том, да, у меня было немножко английского вполне достаточно для того, чтобы работать на вечере отдыха для всех, кому за 60. Мне объяснил мой друг, что на этом вечере моя работа будет заключаться только в том, чтобы стоять с большой улыбкой во все лицо и выдавать всем чай или кофе, кто что попросит, и к этому булочку или кусочек пирожного. Мне это очень понравилось. С большой улыбкой на лице я выдавала кому чай, кому кофе, всем пирожные. И почти в самом конце, я уже, так сказать, самовары закрывала, появился американец, подходит и говорит мне, «Ти кеф, please». Я говорю, «Ти о кофе». Он на меня смотрит и говорит, «Ти кеф». Ну, я ему на всякий случай дала сразу пирожное и большую улыбку держу на лице и жду. Ну, вижу, человек злится. Он вообще похож был на ковбоя в таких высоких кожаных сапогах. И он весь начал краснеть и говорит, «Ти кеф, please». Ну, я взяла чашку, налила ему ти, потом налила кофе. В эту же чашку. В эту же чашку. И говорю, «Плиз, ти кеф». И с большой улыбкой, как меня учили. Но его, как жареный петух, клюнул. Он побежал от меня с такими криками. И ко мне подходит мой друг и говорит, «Ну, что ж ты меня позоришь». Да. Вот это был мой первый и последний день на новой работе. Но заплатили хоть за этот день? Наверное. Это я уже не помню. Ну, ты не жалеешь? Я очень расстроилась. Нет, у меня теперь есть история, о которой можно рассказывать. Понял. Но это давно было. Но это был 91-й год. Июль месяц. А, ну, то есть 25 лет назад. Я помню, что ты говоришь, 60 лет, и они тебе казались старыми тогда. Ну, конечно. Они и сейчас, мы же намного моложе. Да. Ладненько, спасибо. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!